Конечно, если в действиях Авакова либо Коломойского усматриваются признаки преступлений, если в Следственный комитет России поступают фактические данные, которые полностью подтверждают наличие признаков преступлений в действиях этих лиц, конечно, следует ли Следственного комитета правомощно возбуждать уголовные дела, тем более, что у нас существует прокурорский надзор за следствием, и Генеральная прокуратура проводит порциальную проверку по факту принятых порциальных решений о возбуждении уголовного дела следователями СК России. И в данном случае по российскому законодательству нет никакого нарушения закона здесь, и все сделано в рамках того, что предусмотрено российским законодательством. Конечно, надеяться на то, что сегодня Коломойский или Аваков предстанут перед российским судом, не приходится, но в любом случае они должны четко понимать, что если они завершают преступление в отношении граждан Российской Федерации, то есть дело даже не в том, лично Аваков или Коломойский, дело в том, что любой политик, любой человек в любой точке мира должен понимать, что если он совершает преступление в отношении гражданина Российской Федерации, рано или поздно его будет ожидать уголовное наказание в соответствии с российским законодательством. Россия должна защищать своих граждан в любой точке мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова